Москва. 2 апреля 2011 года. Сценарий этого спектакля придумала она сама. И в этот день было всё как заранее, в деталях, и очень подробно описала Людмила Гурченко. Продумала и костюм, и свет, и музыку, и место действия. Свои последние воли, и это все выполнили, и муж, и так далее, и так далее. Она попросила, чтобы прощание происходило не в доме кино. Над лицом поработал молодой стилист Аслан Ахмадов, которого жёлтые газеты называли последней страстью актрисы. Она попросила, чтобы он её загримировал в лицо в гробу. Ему было важно уйти так. Гурченко запретила произносить у гроба прощальные речи и уливаться слезами. «Пусть слушают мои песни», указала она, «и других мне звуков не нужно». Было ощущение действительно последнего спектакля. Она не хотела показывать себя мёртвой. Страна влюбилась в неё в 56-м году. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, Если вам не в радость солнечный день. Длинная, нервная, яркая жизнь. Калейдоскоп удачных и провальных ролей. Любовников и мужей. Концертов и съёмок. Чтобы проводить её в последний путь, перекроют Садовое кольцо. Похороны актрисы превратят в помпезный ритуал. За что актрисе достались почести, достойные первых лиц страны? И как миллионы поклонников потеряли своего кумира? Она вызывала в людях противоречивые чувства. Кто-то обожествлял её за талант и вечную молодость. Называл иконой стиля. Другие считали её манерой творчества, кривлянием и жеманством. Девушки, уймите вашу мать! Одни превозносили каждую роль в кино. Другие говорили, что стоящих образов на экране за такую длинную жизнь слишком мало. И бросались на Гурченко за мюзиклы, в которых она играла уже будучи глубокой пенсионеркой. Журналисты отточили перо, описывая затяжную войну актрисы с родной дочкой из-за маленькой квартирки. И полная материнская фиаско Людмилы Марковны. Не получилось с дочкой, просто не получилось. Конечно, артисты очень многие упускают детей. И всю жизнь я слышу, держу, гоню, слышать, вертеть, верчусь, терплю, зависеть, обидеть. Всё, понимаете, глаголы второго спряжения. Вся жизнь по второму спряжению. Звезда, идол, талант, согревающий миллионы. Вздорная, холодная, зацикленная исключительно на себе. На прощании с человеком о нём никогда не говорят плохо. Поэтому те, кто её не любил, выразили своё отношение предельно просто. Не пришли. Москва. 2 апреля 2011 года. Сначала было объявлено, что церемония прощания пройдёт в Доме кино. Потом в Доме музыки. И только накануне стало понятно. Гроб с актрисой выставят в Центральном доме литераторов. Потому что она действительно настоящая писатель. А не только актриса и её воспоминания, моё взрослое детство, они были событием литературной жизни. Без всяких скидок на то, что она знаменитость в кино и знаменитая певица. В своих книжках она была предельно откровенна. И честно говорила о грехах и слабостях, не ретушируя уродливых фактов биографии. Не сложились отношения с дочерью? Да, не сложились, напишет Гурченко. Потому что актрисам лучше вообще не иметь детей. Часто меняла мужей? Потому что ничтожества быстро надоедают. А если мужик настоящий, то двум медведям в одной берлоге не ужиться. Было несколько заповедей, которым нужно было придерживаться. Первое, это никогда не обманывать, что я никогда и не делал. Второе, это нельзя было распыляться совершенно на других женщин. Просто распыляться. Я уж не говорю дальше ничего. Пианисту Константину Купервейсу было 22, когда он встретил и полюбил Людмилу Гурченко. Актрисе тогда было уже 38. Вместе они прожили 19 лет. После развода никогда не встречались. И на своих похоронах она видеть его не хотела. Он и не пришел. Она человек очень принципиальный, жесткий. И как бы достаточно отзывалась обо мне негативно. И я считаю, что совершенно несправедливо. В последний путь провожать ее будет Сергей Сенин. Муж, чей порядковый номер установить невозможно. Так много было у Людмилы Гурченко официальных и гражданских браков. Но он стал именно тем человеком, который взял в свои руки всю жизнь актрисы. Который был, ну, одновременно, наверное, и телохранителем, и шофером, и продюсером, и чем хотите. То есть она всегда говорила, она даже, несмотря на огромную разницу в возрасте, она называла его папой. Уже с утра от Центрального дома литераторов растянулась огромная очередь. Ни дождь, ни промозглый ветер не остановили желающих проводить в последний путь знаменитую актрису. Людей так много, что полиции приходится устанавливать специальные ограждения. Близкие народные артистки и всякие знаменитости заходят вне очереди, с черного входа. Никита Михалков, Филипп Киркоров, Кристина Арбакайте, Дима Билан, Александр Ширвиндт, Барри Алибасов. Я зашел, прошел, постоял, и у меня все равно, вот чувство, что она в гробу и мертвая, это чувство, этого чувства во мне не было. Какая-то легкость, какая-то удивительная, это было не прощание, а свидание с красотой. Возле гроба портрет актрисы. На нем она выглядит очень молодой и красивой. Когда же сделан снимок? 20-30 лет назад. Невероятно, но фотография сделана в последние годы жизни. У нее был оперирован нос, причем неоднократно. Она делала пластику лица, неоднократно. Одна делала пластику век, неоднократно. Такой же проблемой страдала еще одна из первых, первая наша, будем так говорить, мегазвезда, это Любовь Орлова. Ты совсем не похожа. Не похожа. Это кадры из последнего фильма «Орловой. Скворец и Лира». Орловой здесь 74 года, а играет она 25-летнюю девушку. Милая, ты прекрасно играешь, ты меня очень рада. Говорили, за долгую жизнь Любовь Орлова сделала столько подтяжек, что у нее с трудом закрывались глаза. Но единственная часть тела, не подвластная пластической хирургии, руки. Тут невозможно сделать подтяжку. Руки сразу выдают истинный возраст. Именно поэтому многие звезды шоу-бизнеса в возрасте носят перчатки. Так поступала и Любовь Орлова, ее верная последовательница Людмила Гурченко. Врачи уверяют, если бы Гурченко не впала в зависимость от пластических операций, не изматывала организм общим наркозом, прожила бы гораздо дольше. Но, увы, ради красоты и молодости она ложилась под нож хирурга 17 раз. Были сделаны первые операции очень удачно. Она великолепно выглядела. Под нож хирурга Гурченко легла в первый раз ради роли в фильме «Любимая женщина» Михайника Гаврилова и была довольна результатом. 38. Это все. Последняя попытка. Ай-яй-яй-яй. Представляешь? Последняя попытка не удалась. Она на первый раз делала тогда подтяжку. Она актриса молодых ролей. И она хотела быть молодой. Но ведь это палка о двух концах. Потому что все возвращается через год или через два. И надо снова молодеться. И дальше операции Гурченко делала раз в год. И ей все время хотелось большего. Она снова и снова приходила в институт красоты, где к ней относились как к очень сложной пациентке. Никаких разумных доводов врачей слушать она не хотела. Ей объясняли, что кожа уже слишком растянута. Что из-за частых подтяжек нарушено кровообращение. Умоляли дать передохнуть своему лицу хотя бы 2-3 года. Пугали, что актриса превратится в монстра. Она сказала, что это я заказываю вам, а не вы решаете. Написала жалобу на нас. Однако все равно мы отказались ей делать пластическую операцию. Где она потом делала, я не знаю. Но кончилось плохо. У нее плохо закрывались веки. Но только ли ради сцены издевалась над собой Людмила Гурченко. Центр объянуть лучше, кстати, чем стоять. У красавицы в объятиях умереть. Незадолго до смерти в газетах появились громкие заголовки. Гурченко завела любовника моложе на 40 лет. И они обручились. И это самое прекрасное, что с нами может случиться в любом возрасте. И это необходимое условие для жизни. Это та роскошь, которая необходима. Любовь. 30 марта 2011 года внезапно умирает народная артистка Людмила Гурченко. На ее похороны приходят тысячи людей. А незадолго до ее смерти желтая пресса активно обсуждала новость. У Гурченко появился молодой любовник. Сотни зевак выискивают глазами рядом с гробом актрисы этого человека. И хотят увидеть, как будет вести себя с ним законный муж. Личная жизнь Гурченко – сложная цепь романов и браков, в которой много мелких и очень крупных звеньев. Во время прощания всех волновал вопрос, придет ли Иосиф Кобзон. Кобзон не пришел. Они поженились ради того, чтобы на гастролях их поселили в один гостиничный номер. Ведь в советские времена гражданских браков не признавали. Но штамп в паспорте не помог найти общий язык. Позже Кобзон скажет. Семейная жизнь не сложилась у нас потому, что под одной крышей двум лидерам тесно. Она не могла не быть лидером. А для меня роль подчиненного неприемлема. Характеры, в общем, такие, что только искры летели. Они прожили вместе три года. Гурченко страшно ревновала Кобзона и была с его точки зрения плохой хозяйкой. Все было как-то нервно, неуютно, неспокойно. Расстались они злейшими врагами. И всю жизнь даже не здоровались. Она была ревнивой даже не только в, как сказать, в отношении между мужчиной и женщиной. Она была ревнивой во всем. Никто не должен был уделять кому-то внимание, если она была в центре. Вот это было такое правило жизни. Причем везде. Не только в семье. То, что звезда, так это я уже знала в три года. И вот такое ощущение от себя. Москва. 2 апреля 2011 года. Церемония прощания затягивается. Желающих проститься с Гурченко очень много. Наконец, двери дома литераторов открываются и выходят мужчины в черных очках. Они несут портрет легендарной артистки. Один с седой с бородой, второй парень с модной стрижкой. В столбе раздается шепот. Кто из них муж? Муж тот, что справа. А слева модный стилист Аслан Ахматов. Именно его называли последней страстью Гурченко. Но так ли это было на самом деле? Конечно, Гурченко была влюблена, скорее всего, в Ахмедову. И могла себе это позволить. Он очень часто бывал у нас на площадке. Он принимал участие в съемках. И она попросила, чтобы он ее загримировал лицо в гробу. С кем нести портрет актрисы, решал ее последний муж Сергей Сенин. К Аслану он относился очень хорошо. И никогда не устраивал Гурченко сцен ревности и скандалов. Как-то в интервью актриса призналась. Мою биографию и характер можно понять по моим ролям. Как бы я ни перевоплощалась, везде в каждой роли есть частичка меня. Однако актриса лукавила. Она играла в кино роли, которые на нее, ну, живую, на реальную Людмилу Гурчику, а мне похожи. Возьмите любимую женщину, Механин Гаврилова. Женщину, которая ждет этого мужчину, этого Гаврилова весь фильм. Но внутренне это не ее характер. Такая женщина не будет ждать какого-то там мужчину. Гирлянды ярких лап зажглись, открылся карнавал. Возьми любую москву и в костюм ты нарядись, чтобы вдруг тебя твой не узнал. Когда Гурченко пришла в «Современник», ее в партнерше в спектакле «Серано» выбрал Игорь Кваша. И не только потому, что был впечатлен талантом. Он по-настоящему влюбился в актрису. Пришла эта звезда. Он с ней работал, он был влюблен в нее. Но он остался в семье. Остался в семье. А что же Гурченко? Она не стала ждать, пока Кваша решится на развод. И вычеркнула его из жизни. А еще, говорят, у нее был бурный роман с Владимиром Высоцким. И он был закончен по инициативе Гурченко. Высоцкий тоже не предлагал похода в ЗАГС. Этот человек обещал на мне жениться. Я обещаю тебе не отказываться от обещания. А первый раз Гурченко вышла замуж студенткой. Режиссер Василий Ордынский был старше на 12 лет. Для главной роли в своей картине «Человек родился» он, естественно, пробовал жену. Но худсовет Гурченко забраковал. На экране блистала другая актриса – Ольга Бган. Гурченко разрешили лишь дать ей свой голос. Мне чего-то такого хочется. Необыкновенного, вот как. Тогда замуж. Гурченко разочаровалась в Ордынском. Подала на развод. Следующим с ней в ЗАГС отправился Борис Андроникашвили, которого сравнивали с Лоуренсом Оливье. Это был красавец, мужчина мечты, сын известного писателя Бориса Пельника и грузинской книжны. Звезды, актеры, актрисы лишены такого качества, как постоянство. Они всегда развиваются и всегда требуют от окружающих определенного состояния их души. В Борисе Андроникашвили Гурченко тоже быстро разочаровалась. Разводу не помешало даже появление на свет ребенка. Позже Гурченко будет жалеть, что не сделала аборт. Она мечтала о сыне. Хотела назвать его Марком в честь любимого отца, самого дорогого ей человека. Но на свет появилась девочка. Маша. Она очень сильно расстроилась из-за этого, чуть ли там ревела, на стенку не лезла. То есть нелюбимое получилось это дитя для нее. Гурченко хотела, чтобы дочка стала похожа на нее. Была бы центром всеобщего внимания, творческой личностью, вызывающей восхищение и зависть. Но девочка росла скромной, даже можно сказать, забитой. И никаких талантов не проявляла. Марта очень расстраивалась. Ни стихов не хочет читать, ничего. Она так средне училась, Машенька, на троечке, иногда три с плюсом. Все. Но она добрая, честная, хорошая девочка была. Всей стране было известно. Мать и дочь – заклятые враги. И не общались 20 лет. Люди гадали, придет ли на похороны Мария. Толпа ловила ее глазами, пришла ли она, прошмыгнула ли она, или она прошла через центральный ход, и когда она успела уйти. 30 марта 2011 года в Москве умирает Людмила Гурченко. На церемонии прощания встречается ее законный муж и тот, кого считали любовником. Но мужчины обнимаются. Толпу зевак, а также десятки журналистов волнует еще один вопрос. Придет ли на похороны дочь актрисы, с которой у Гурченко была многолетняя война? Она появилась. И принесла матери ее любимые цветы – белые хризантемы. Прошла не через черный вход, предназначенный для вип-персон и близких актрисы, а встала в общую, километровую очередь, как простые граждане. У Маши не было отца, значит, ее разные отцы воспитывали. Вот я застала, когда у нее замечательно ее воспитывал Саша Фадеев. Александр Фадеев был приемным сыном знаменитого писателя Фадеева. Он хорошо относился к Маше, но счастливой их жизнь назвать было нельзя. Фадеев любил рестораны, проматывал деньги, пил и закатывал сцены ревности. Семейная жизнь едва не окончилась трагедией. Фадеев в пьяном угаре выстрелил в Гурченко из охотничьего ружья. Это была последняя жирная точка в их бурных отношениях, которые обсуждала вся Москва. Сколько у нее было, я не знаю, мужей. Но со звездой, наверное, жить трудно все-таки. У них особый склад, особая психика. Но после картины «Девушка с гитарой» ее уже никуда не звали. Ролей в кино она не получала 10 лет. Были такие, скажем, концерты, когда надо было выехать на дачу члена политбюро и, скажем, спеть пять минут. Она никогда не соглашалась. Кроме того, Гурченко явно не нравилась министру культуры Екатерине Фурцевой. Однажды актрису пригласили на какой-то торжественный банкет в Кремль. Она пришла в платье, выкупленном после съемок в карнавальной ночи, демонстрируя тонкую талию и с ярким гримом. Позже вспоминала. Фурцева на меня посмотрела так, что я мгновенно сообразила. Немедленно исчезнуть и больше на таких тусовках не показываться. Гурченко нужны были деньги. Она давала по 3-4 концерта в день в разных концах Москвы. Фабрика, правком, милиция, завод. После выступления домой на метро. В 58-м газете «Комсомольская правда» напечатают фильетон под броским названием «Чечетка налево», в котором Гурченко обвинят в жадности, поверхности и бесконечном чосе. Но деваться было некуда. Ставка за концерт копеечная. В кино ролей не давали. Чтобы прокормить себя, приходилось выступать очень много. Я влюбился, да, безусловно. Самое высокое чувство меня влекло. И даже все хорошо, но она так измученная жизнью была к этому времени. Борис Деодоров сравнивает совместную жизнь с Людмилой Гурченко с сидением на пороховой бочке. Рвануть могло в любую минуту. Когда отдохнет один день, еще у нее один день перед гастролями, тогда хорошо. Тогда она мягкая, все замечательно. Но таких не так много. Я терял себя совершенно. Бегу по Москве. Чего ты бежишь? Достановись. Не могу. Подождите, много, там много. Я хочу всем показать. Люди, люди, люди. Смотрите, я отдаю вам радость, счастье. Мне папа говорит, что людям, людям. Как и многие знаменитые артистки, Гурченко решила, дочь воспитывать сама не сможет. Нужно бороться за карьеру. И ребенок в гонку за славой никак не вписывается. Актриса отправила Машу к своим родителям Харьков. Редкие встречи с Машей кончались для нее огромным раздражением. Все не так. Все не этак. Девочка не развита, поправилась. Ее ничего не ждет. Она говорила, что дочка не поддается. У нее свой характер. И вот эта вот драма неузнавания, ничего в ней нет от меня. Эта драма усиливалась. После школы Маша назло выскакивает замуж. Зять Гурченко категорически не понравился. Ни дипломат, ни артист. То есть, с точки зрения актрисы, мужчина совершенно бесполезный. Таких она в своем кругу не держала. В киношная серия такая поговорка выходила, что Людмила Марковна давит мужей как трактор. Тех, кого она не могла задавить. Она от них тут же освобождалась, выкидывала из своей жизни. Между Гурченко и дочерью началась холодная война. В горячую она перерастет через 16 лет. Когда-то для престарелой матери актриса купила небольшую квартиру. Но в центре Москвы. Умирая, мать актрисы отпишет жилплощадь внучке Маши. Узнав об этом, Гурченко пришла в ярость. Раз квартира куплена на ее деньги, то это ее квадратные метры. Наследовать должна она. Кинозвезда подает в суд на родную дочь. И побеждает. Окончательно точку в их отношениях ставит гибель сына Маши. Гурченко очень любила внука. Давала деньги, осыпала подарками. Часто приглашала в гости. Но встречи эти не длились долго. Она этого мальчика обожала. Но я думаю, что она быстро иссякала просто. То есть у нее не хватало столько эмоций, столько любви. В 14 лет Марк стал наркоманом. В 16 умер от передозировки. Гурченко обвинила в его смерти дочь. Я и не знала, что у него такие проблемы. Почему? Почему же Маша мне об этом не сказала? За собой актриса вины не чувствовала. Хотя те, кто знал Марка, говорят, мальчика мучила одиночество. Но бабушка, как и мать, этого не понимала. При искренней любви к внуку, при ответной любви, естественно, просто она не могла уделить должное вниманию этому. И этой проблеме, которая имела место быть. Видимо, настолько каждый человек в мегаполисе занят собой, что даже самые близкие люди оказываются без должного внимания. Дочь Гурченко проводит у гроба не больше минуты. Молча кладет белые хризантемы и уходит. В Москве сегодня прощаются с Людмилой Гурченко. Даже про смерть матери Мария узнала из новостей. Последний муж актрисы Сергей Сенин почему-то не счел нужным сообщить ей об этом. Народная артистка СССР скончалась 30 апреля на 76-м году жизни. Это было много пересудов. Люди, которые пришли, они сплетничали. Очень много было людей, которые слишком свыклись с ролью зрителей. И как раз вот эта категория, она скорее раздражала, потому что многие отнеслись к этому событию как шоу. И многие пришли в качестве зевак. Проводы в мир иной популярных артистов всегда похожи на их последнее шоу. Аплодисменты, море цветов. И если бы фанаты могли покупать на него билеты, то место в первом ряду могло стоить огромные деньги. Можно как следует рассмотреть в последний раз звезду и ее семью. Любой простой смертный хочет хоть немножко приобщиться к славе покойного. Если бы не получилось этого при жизни, но хотя бы после его смерти. Потом сказать соседке, соседу, что вот ты знаешь, я познакомился с дочерью Шаляпиной или с внучкой Собинова. Есть похороны, где сотни чужих людей объяты искренним неподдельным горем. Так хранили Игоря Талькова, так прощались с Высоцким. Но бывает, прощание с артистом превращается в фарс. Зеваки ведут себя просто неприлично. На похоронах Александра Абдулова многие граждане подогревались водкой. Нонна Мордюкова просила, чтобы прощание с ней было скромным и тихим. Но шумная толпа на кладбище вела себя просто безобразно. А еще есть люди, которые называют себя похоронными папарацци. Они фотографируют звезду в гробу и потом смакуют в интернете подробности внешнего вида. В случае с Гурченко было что обсудить. Безупречный грим, идеальная прическа, шикарное белое платье. У актрис оно было любимое. Актриса любила наряжаться и тратила на одежду огромные деньги. Это валинки наковали. В молодости, когда денег у Гурченко было мало, она многое шила сама и могла бы стать выдающимся модельером. Шила вечернее платье из штор и перелицовывала своими руками заношенные шубы из комиссионки. И она у дежурной в гостинице попросила нитки, а у нее были только белые. И значит, она с изнанки эту шубу сшила белыми нитками. В талию роскошная шуба сидела на ней восхитительно. К утру была готова. Вы можете себе это представить? За год до смерти Гурченко купила два белых отреза ткани. Сама раскроила, сшила платье и принялась украшать его бисером. Кропотливую работу закончила буквально за неделю до роковой минуты. Близкие восхищались. Какое красивое! Но актриса усмехнулась. Не знаю, может и похороните меня в нем. Фатализм. Человек вот стоит и через пять минут он может уже лежать и все, и не дышать. Москва. 2 апреля 2011 года. К обеду становится понятно. Очередь движется слишком медленно. Церемонию прощания с Людмилой Гурченко приходится продлевать еще на час, потом еще. За портретом актрисы издание выносят государственные награды на красных подушечках. Три ордена за заслуги перед Отечеством. Орден Трудового Красного Знамени. Символы двух государственных премий. Знаки заслуженной артистки России. И, наконец, народной артистки Советского Союза. О том, что ей дали звание народной артистки СССР, она узнала это совершенно случайно на гастролях. А случилось вообще без всяких указов, без всего. Андропов, которому было уже очень нехорошо, он лежал в палате больничной и увидел... У него стоял на себе телевизор, понятно, Кремлевка. Он увидел вокзал на дворе. Он увидел, как она еще не народная, СССР. Ну все, попался. Я сейчас его рубаться получу. Николаша, за мной. У Людмилы Горченко были и другие, просто гениально сыгранные роли. У тебя ничего святого нет. Вот ты грубишь и считаешь, что это подвиг. Смотрите, какой я. Ничего не боюсь. Ничего не боюсь. Вот, ничего. Я хочу, чтобы ты почитала. Я хочу, чтобы ты почитала. Ладно, положи. Нет, сейчас, при мне. Я насыщен теорией погоны. Я начитан до мозга костей. Это письма Макса. А были работы, которые критики разнесли в пух и прах. Особо ей не везло в начале 90-х, когда режиссеры кинулись снимать малобюджетные картины, потакая дурным вкусом широкого зрителя. Но ты же можешь все изменить. Нет. Я, прежде всего, игрок. Я душу могу оттратить одну ночь с тобой. Душу. Не цитируйтесь бульварных романов. Знаешь, Макс, никогда не играй в азартные игры с чертями. Она снималась в картине «Секс-сказка по Набокову», где она играла дьяволы. И даже батюшка сказал, что Люсь зря ты согласилась на эту роль. Нельзя играть в такие роли. Потом актриса нашла себя в мюзиклах. Работала на износ. Ее нервы всегда были на пределе. Волнение она каждый спектакль переживала невероятное. Разрешите я сниму эти копыта? Копыта? Ага. Снять копыта можно. Это ужасно. Я говорю, Люся, что ужасно? Спектакль прошел гениально. Нет. Ужасно, что поздновато все это. АПЛОДИСМЕНТЫ Катафалк, усыпанный цветами с телом актрисы, медленно движется по Садовому кольцу. Ради этого перекрывает движение. Почести, достойные президента страны. Она реально воплощала какую-то мечту, призвание, талант, внутреннюю свободу, раскрепощенность. Через конечный поток, океан людей, который шел в этот день, чтобы попрощаться с Людмилой Марковной, я думаю, что у них были такие же чувства, как у меня, что они шли прощаться с тем, что было частью их жизни. 12 февраля 2011 года. За 46 дней до смерти. Тот день обещал быть хорошим. С утра Гурченко отправилась за подарком своему стилисту Аслану Ахмадову. Гурченко быстро нашла, что хотела. Красиво запаковала подарок и домой вернулась без приключений. Припарковываясь, не задела ни одной из соседней машин. Для Людмилы Марковны это было настоящее личное достижение. Водитель всю жизнь она была плохой. В квартиру Гурченко зашла в приподнятом настроении. Решила выгулить любимых собак, Пепу и Гавлика. Но не успела отойти двух шагов от подъезда, как поскользнулась и упала. В результате перелом шейки бедра. Экстренная госпитализация. Эта операция, конечно, ей оптимизма и настроение не добавили. Потом после операционной боли, само собой, да, она перелом бедра всегда очень сложно заживает. У Гурченко вдобавок к этому было больное сердце и слабое сосудо. Тромбоэмболия легочных артерий. Постоянная угроза инфаркта. Она по-прежнему появлялась на публике. Наряжалась, хорохорилась. Но врачи говорили, с таким высоким давлением лучше оставаться дома и жить тихой жизнью пенсионерки. 30 марта 2011 года. В тот день актриса вместе с мужем Сергеем Сининым пересматривала свои работы. На экране шел один из последних клипов. «Советчики». Когда было очень плохо мне, Когда умирала в тоске. Неожиданно Людмила Марковна оборачивается к мужу. «Мне плохо». Сергей Синин не понимает. Думает, жена повторяет слова песни. «Мне тяжело дышать», успевает произнести Гурченко и теряет сознание. С точки зрения режиссуры, наверное, грешно так говорить, но профессия есть профессия. Она ушла в тот момент, когда на экране шло ее изображение. То есть даже вот этот, как бы, щелчок во времени, он абсолютно мистический, но он произошел. Она ушла и шла на экране. Несмотря на пробки и самый час пик, медики прибывают через 21 минуту. Но сердце актрисы уже не бьется. Пульса нет. Еще полчаса врачи пытаются вернуть Гурченко к жизни. Но чуда не происходит. Смерть актрисы наступила мгновенно. Причина – оторвавшийся тромб. А виной всему – недавняя травма. Вообще тромбоэмболит – это фатализм. Потому что человек вот стоит, и через 5 минут он может уже лежать и все, и не дышать. Людмила Гурченко хотела, чтобы ее похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с родителями. Но муж посчитал Новодевича лучше. Это второе по престижности кладбище после Кремлевской стены, после Кремлевского некрополя. Более 26 тысяч захоронений. Представляете, все, какие там люди захоронены. Новодевичье кладбище – это просто история нашей страны. Это вот такой вот музей под открытым небом. Здесь похоронены видные государственные деятели, знаменитые писатели и множество всенародно любимых артистов. Юрий Никулин, Евгений Леонов, Аркадий Райкин, Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов. Однако кладбище давно переполнено, земли больше нет. Поэтому еще за 4 года до смерти Гурченко на самом верху принимают решение. После похорон Мстислава Ростроповича, управляющий делами президента Владимир Кожин, сделал заявление, что больше на территории Новодевичьего кладбища захоронений не будет, поскольку нет места. Но ради особо выдающихся персон делают исключение. Решение принимается в Кремле. Для Гурченко место здесь нашлось. Под звуки траурного марша в исполнении оркестра роты почетного караула внутренних войск МВД России, катафалк движется к месту захоронения. Обычно кладбище закрыто для посетителей, но в этот день охрана пропускает тысячи людей. Сергей Сенин, последний муж народной артистки, долго сидит у изголовья. Наклоняется, что-то шепчет супруге на ухо, словно она его может услышать. Заботливо поправляет покрывал. Его обнимает стилист Аслан Ахмадов. Тоже очень близкий для Гурченко человек. Через считанные минуты свежая могила превращается в гору цветов. Она истощала ураганную энергию, как всегда. Лежа в гробу, от ее вот эта вот энергия все равно исходила в образе ее необыкновенной красоты. Я не знаю, как так сделать. Вот такое ощущение, что от нее какая-то исходила мощная энергия света, какой-то необыкновенная легкость. В августе 2012-го на могиле Людмилы Гурченко установят надгробный памятник. Вспомнить ее придет большое количество знаменитых и талантовых людей. Выступит последний муж. Я сказал, сделайте, пожалуйста, произведение искусства. Мне кажется, что это получилось. Спасибо вам.